Панорама Фильм Какая от неё польза? И прежде всего, откуда она вообще? В студию у меня в гостях профессор истории Михаэль Фокт и доктор Клаудиа Хаунит. Панорама Фильм выступает за высокое морально-этическое качество фильмов. Поэтому это не совсем лёгкая задача — открыто изложить все факты, ход событий и неприемлемые практики вокруг этой темы, как это было сделано в этом документальном фильме. Уже простое изложение различных событий, как говорит Ива Засик, сценарист и режиссёр этого фильма, граничит с моральностью. Но так как преобладало впечатление, что все эти вещи будут глобально внедрены, если не будут беспощадно и вовремя раскрыты, Панорама Фильм решился на публикацию без цензуры. Тем самым мы не желаем вам приятного времяпрепровождения при просмотре этого фильма. Пристегнитесь и сформируйте своё собственное мнение. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, «Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо истинно говорю вам, да коли не придёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придёт из закона, пока не исполнится всё». Тот, кто учит человечество, осуществляет власть над ним. Наши дети находятся под всё возрастающим контролем департаментов образования, преподавателей и в последнее время так называемых сексуальных педагогов извне. Откуда они на самом деле появились? Кто ищет, тот найдёт. Посредством убедительных слов Христа и Его дел настала новая эра. Знают ли ещё современные учителя, что они делают, когда они, несмотря на его строжайшие предупреждения, сексуально просвещают и сексуально стимулируют всех детей с самого детства? Короче говоря, хотят ранней сексуализации? Действительно ли современные секс-эксперты компетентнее Иисуса из Назарета? Действительно ли мы не подвергаемся никакой опасности под их руководством? Были ли вы, уважаемые зрители, поставлены в известность о глобальных попытках ранней сексуализации детей по всему миру? И снова, ещё раз, предпринимается попытка сломать последнее табу. Сексуальный контакт с детьми, с несовершеннолетними, должен легализироваться и поощряться законом. Дыхание замирает в груди, когда слышишь последние тезисы уважаемых сексуальных педагогов. Ведущие педагоги, такие как Хельмут, Кентлер, учат тому, что прежняя защита детей в действительности является враждебной для них. Он утверждает, секс с детьми – это не злоупотребление, а право ребёнка. Право ребёнка на удовлетворение сексуальных потребностей. Настоящая защита детей, исходя из этого, является защитой их сексуального самоопределения. Здесь уже безо всяких сомнений изнасилование детей замаскировано под воспитанием. Взрослые должны разговаривать с детьми о порнографии, полагает немецкий педагог-теоретик Карла Этшенберг. Она даже требует, как и швейцарские молодые социалисты, использовать порнографию во время занятий. Такие заявления жёстко и бескомпромиссно противоречат по мнению Движения против геноцида АГБ действующему закону. Порнография. Уголовный кодекс. Статья 197. Часть 1. Кто предлагает, показывает, предоставляет, делает доступным или распространяет по радио или телевидению лицу моложе 16 лет порнографические издания, звукозаписи или фотографические снимки, изображения, другие предметы подобного содержания или показывает порнографические представления, наказывается тюремным заключением или штрафом. Часть 2. Кто осуществляет публичный показ предметов или представлений, касающихся пункта 1, показывает их или добровольно предлагает другим способом, наказывается штрафом. Кроме того, дети должны быть защищены также от другой порнографической продукции, и каждый должен быть защищен от навязанной ему необходимости воспринимать изображение сексуального содержания против своей воли. Смотрите также статьи 358 и указ о телекоммуникационных услугах от 25 марта 1990 года, статья 18а, раздел 1. Этот принцип, как требует движения по защите детей АГБ, должен быть прежде всего последовательно применён ко всем операторам сотовой связи, так как сегодня буквально у каждого ребёнка в кармане есть мобильный телефон. Из базисного документа сексуальной педагогики и школы от Компетентного центра по половому воспитанию и школе Педагогического университета Центральной Швейцарии отчётливо выявляются их цели в отношении наших детей. Ребёнок — это сексуальное существо. Основой полового воспитания является определение человека как нуждающегося в воспитании сексуального существа или, другими словами, подтверждение того, что дети и молодёжь являются сексуальными существами. Одно только это, перевёрнутое в значении заключение, открывает двери педофилам. Так как, другими словами, это значит, пока ребёнку нравится, всё законно. К этому один пример из базисного документа из домашней страницы в интернете Компетентного центра. Возраст — 4-5 лет. Ступень детсадовского возраста представлена так. Актуальными являются игры в доктора, сладострастное самопознание, самостимуляция, похожие на оргазм реакции, ролевые игры, семья, может, и с двумя отцами или двумя матерями, поцелуи, половой контакт, эротический интерес к родителям, желание показать или играть половыми органами, переживания первой близкой дружбы и любовные отношения. Из этого следуют такие главные пункты на уроке. А. Назвать части тела, включая половые органы. Б. В игровой форме воспринимать своё тело, включая сексуальное возбуждение. В. Дружеские отношения, установление границ, уважение собственной интимной сферы, а также сферы других. Г. Зачатие. Как происходит половой акт, что вследствие этого рождается ребёнок. И это с 4-5-летними детьми. Возраст 6-12 лет. Активность с одногодками. Унижение или отклонение другого пола. Типичный для пола образ поведения. Возможно, преувеличенно. Провокационное, агрессивное поведение по отношению к другому полу. Нарушение табу. Интерес и эротическая привлекательность одинакового пола. С какого времени наступает зрелость для половых контактов? Из этого следует следующее содержание учебного материала. Сексуальность и речь. Ругательные слова. Из интервью с исполняющими обязанности внештатных сексуальных педагогов в школе выходит, что каждому ребёнку, независимо от возраста, нужно дать точный ответ, что, например, означает анальный секс, обрызгать. И ещё намного худшее, если он услышал, но не понял этих слов. Зачатие, беременность, роды, различные дружественные отношения и формы жизни. Здесь детям внушают, что все новые извращения являются нормой. И что имеет ещё большие последствия. Всё, что до сих пор было нормой, декларируется ненормальным и противозаконным. Половые роли, модели ролей, например, работающие матери, отцы у плиты, сексуальная ориентация, всё разрешено, всё разрешено, пока это приносит удовольствие. Первая менструация, первое излияние семени, ВИЧ, СПИД, инфекции, передающиеся половым путём, сексуальное принуждение, насилие, самоудовлетворение, особенно у мальчиков, но и у девочек, как совершенно нормально и даже важное. Возраст 12-16 лет. Социальное изменение. Здесь имеется в виду автономное развитие, отделение от родительского дома, возрастающий интерес к детальному познанию, к сексуальной практике, осознанный контакт с порнографией, сколько положений бывает при половом акте и какое самое лучшее, можно ли растолстеть, глотая сперму. Из моральных соображений мы закончим это перечисление. Во всяком случае, учебный материал настолько целенаправленно излагается, соответственно, неприличные болтовни детей и подростков, что в конце концов всякое свинство действительно закрепляется в каждой голове. К этому пример из основополагающих документов из домашней страницы компетентного центра. Стадия самостимуляции. Это значит вызовы реакции, схожих с оргазмом. Образ действия. Найти часть тела как источник чувства удовольствия. Осознанные повторяющиеся манипуляции с частями тела, в том числе с гениталиями. Исследование половых ролей в игровой форме посредством ролевой игры, например, игры в папу и маму. Семьи с двумя мамами, двумя папами, с одним из родителей, влюбленность, половые контакты. Или игры в доктора, исследование другого тела, удовлетворение природной любознательности. Одновременно организация юных социалистов ЮСА, близкая к педофилии, работает над позиционным документом, в котором они требуют, по словам Тани Валезер, нового подхода к теме порнографии. К этому также относится и то, что уже 10-12-летние дети должны рассматривать порнографию на уроках сексуального просвещения. Сначала это требование вызвало возмущение в школьном руководстве. Но подождем, как долго это возмущение сможет противостоять натиск УЮСА. Также под предлогом просвещения против СПИДа во имя защиты прав детей или сексуальной ориентации в школах по всей Европе ведутся разработки новых учебных материалов, содержание которых делает раннее просвещение и раннее сексуальное воспитание детей обязательным. Господин профессор, как дошло до такой повсюду распространяемой идеологии сексуального воспитания? Она возникла внезапно? Нет, она была введена посредством упорной и скрупулезной работы исследователя в области сексуальности Альфреда Кинси в 1939 году в США. Где же еще? Альфред Кинси, насколько я помню, всегда назывался самым главным исследователем 20-го столетия в области секса. Вы тоже так считаете? Я бы не стал честовать его как самого важного исследователя в области секса. О причинах мы еще поговорим. Но, несомненно, он один из самых влиятельных факторов формирования так называемого сексуального общественного мнения. Почти все более или менее новые программы по сексуальному воспитанию берут свое начало в работах Кинси. Госпожа доктор Хаунет, Вы практикующий врач. Каким из многочисленных тезисов Кинси Вы, с Вашей точки зрения, подошли бы более критично? Конечно же, к его тезису все возможно. Это так называемое современное мышление Кинси причислял к сексу и сексуальности. Но практика показывает, что это крайне опасная мысль, потому что приводила и приводит по сей день к множеству преступлений. Основные работы Кинси свидетельствуют об этом черным по белому. При этом речь идет об отчете Кинси, состоящем из двух книг. Первая sexual behavior of the male сексуальное поведение мужчины и вторая sexual behavior of the female сексуальное поведение женщины. Этими трудами доктор секс, как его называли, наложил отпечаток на сексуальное мышление почти всего мира. Человек, чьи слова имели власть над многими нациями. Человек, чье учение начинает приносить обильные плоды в наше время. Кинси был отцом сексуального свободного мышления. Но кем же в действительности был Кинси? Никакой другой вопрос не может быть сейчас важнее этого, потому что слова Кинси и его учения имеют то же всемирное влияние, как и учения Иисуса Христа. Только они диаметрально противоположны. Кто из них двоих заслуживает большего доверия? Слова и дела Иисуса Христа, которые привели к новому лету исчислению, мы знаем. Но что именно является содержанием слов и дел Кинси? Наши гости в студии и короткие фильмы помогут нам в поиске. В течение своей жизни Кинси собрал свыше 18500 примеров сексуальных случаев, преимущественно с малолетними детьми, чтобы опубликовать их. Его самой высокой целью было сексуальное разнообразие. При этом самого себя он называл консервативным исследователем. Журнал «Спекель» в 1997 году пролил свет на невероятную двойную жизнь Кинси. В биографии Кинси историк Джеймс Джонс подтверждает, что сексуальный исследователь Кинси тайно давал волю своим гомосексуальным и садомазохистским склонностям. Из этого Кинси-репортажа следует, что он, будучи молодым руководителем отряда бойскаутов, уже необузданно проявлял свои склонности к вуэйюризму и эксгибиционизму. После того, как Кинси с глубокой ненавистью покинул свой христианский родительский дом, он собрал вокруг себя сотрудников, чтобы научно исследовать сексуальное поведение людей, прежде всего малолетних детей. Каждый его сотрудник должен был открыто выложить все о своей сексуальной жизни и о своем поведении. В одной из тайных комнат своего дома Кинси устраивал постоянные групповые сексуальные игры со своими сотрудниками и избранными гостями. Даже свою собственную жену он принуждал к участию в этом. Кинси поручал снимать профессионально-съемочной группе гомосексуальные, гетеросексуальные и садомазохистские сцены. Вопреки болезненному давлению его сотрудники принимали в этом участие, потому что боялись за свою карьеру. У Кинси работали такие люди, как Клод Мартин, который, будучи статистиком, не имел никакого профессионального образования. Тем не менее, он отвечал за статистический анализ всех данных. Финансировалось все это брокфеллерским фондом. Хотя после они утверждали, что требовали профессионального статистика, но Кинси никак не реагировал на эти требования. Кинси сам страдал экстремальным садомазохизмом. Он все снова совершал насильственные, чрезвычайно болезненные манипуляции со своими половыми органами. Наряду с гомосексуальными отношениями с его сотрудниками, такими как Памирой и Мартин, он давал волю своим страстям и в гомосексуальной среде Чикаго. Для своих научных исследований Кинси составлял объемные анкеты. Из них вытекает, что Кинси был твердо убежден в том, что каждый человек когда-либо занимался извращенными практиками, имел внебрачные отношения или насильственный садистский опыт. Также, что у каждого когда-нибудь был опыт сексуальных отношений с личностью одного пола животными или детьми. В его анкетах не было места, где опрашиваемые могли бы исключить себя из этих чудовищностей. Если кто-нибудь хоть раз признавал себя причастным к этому, того Кинси после держал в своих руках. Хотя Кинси утверждал, что получил результаты своих сексуальных исследований в широкой общественности, но в действительности он ограничивался как правило опросом проституток, гомосексуалистов, заключенных и людей со дна общества, как он их называл. Поэтому доказуемо, что Кинси был статистическим обманщиком. Хотя сексуальные исследования Кинси были задуманы как подготовительные курсы для вступающих в брак, такие темы, как беременность, роды и вскармливание детей, которые, собственно, принадлежали сюда, не нашли в них места. Кинси был просто сексуально болен. Он был человеком, который, как учитель, манипулируя агрессивно, злоупотреблял своим профессиональным авторитетом. Когда в 40-х годах Кинси попытался довести до общественности свои более чем 350 вопросов по сексуальному поведению, ему было очень трудно подойти к совершенно нормальным людям. Значительно легче он добирался до данных нетрадиционно живущих людей. Так получалась ложная картина. Будь-то 95% всех американских мужчин являются сексуальными преступниками, 69% являются постоянными посетителями проституток, у 37% уже был гомосексуальный опыт, а 17% всех американских фермеров имели секс с животными. Только в 1981 году эксперту в сфере средств массовой информации доктора Юдит Райсман удалось раскрыть эти серьезные методические обманы в исследованиях Кинси. Особенно насторожил тот факт, что большая часть данных Кинси была получена от педофилов, то есть от уголовников, насильников детей. Было опрошено не простое население, а педофилы- уголовники. И все же труды Кинси до сих пор всемирно составляют существенную, так называемую научную основу сексуальных исследований. Даже основной документ сексуальной педагогики в школе, на который теперь опирается учебный план Швейцарии 21 под заголовком «Начальная школа» придерживается того, что описание фазы детства, в которой сексуальность находится в покое, эмпирически опровергнуто. Эмпирически означает «на основе экспериментов». Именно на собрании экспериментов в Кинси основывается учебный план 21 и почти все сексуальные программы по всему миру. Однако большинство руководителей школ не имеют никакого представления о том, на чем они основываются. Я думаю, что это слишком рано. Если честно, то это слабоумие какое-то. У нас у самих двое детей. Младшему три года, старшему нет и пяти. И я не знаю, что он с этим будет делать. Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Я против. это шутка, наверное. Это нехорошо. Потому что я думаю, им всего четыре года. Зачем им это нужно? Им это ничего не даст. Для такого возраста это вообще не тема. Или для четырех шестилетних и детского сада вообще? Я бы сказала, наверное, рановато. Вы говорите с четырехлетнего возраста? Нет, это нехорошо. Нет, я думаю, это плохо. Для нас в любом случае нет, никаких сомнений. Это плохо, что дети в раннем возрасте должны концентрировать на сексе. Я считаю, это неправильно. Четыре? Они должны еще учиться, играть, быть детьми. У них ведь еще совсем другое в голове. Я думаю, это моя точка зрения, так не пойдет. Нет, мне бы тоже этого не хотелось. Чтобы детям так рано что-то объясняли, мне этого не хотелось бы. Я абсолютно против. Уже в детском саду, я думаю, это очень плохо. считаю, это просто глупо, честно. Просто рано это вообще к детям не относится. Ребенок должен играть, должен играть на улице, а не думать о таких вещах. Я себе этого даже представить не могу. Это действительно ненормально. Это бесчеловечно. Так нельзя. это ужасно, что есть люди, которые возбуждаются при каждой возможности. Я об этом никогда не думал, но это самое ужасное, что я мог бы себе представить. Ужасно даже слышать об этом. Это перекос. В любом случае это плохо. Если бы я сейчас отправляла моего ребенка в детский сад и узнала бы об этом, я бы разозлилась. я не знаю, что бы я сделала. Плохо, не хорошо. Что простите? Что-то вопиющее. Нет, я не поддерживаю. Трогать детей, которые еще даже ходить не научились? У меня волосы стоят дыбом. Нет, нет, я считаю это плохо, нет, я абсолютно против, нет, нет. Это полное слабоумие, такие исследования. Если подходить к этой теме со здравым смыслом, то понятно, что это полная чушь. Спросите родителей, у которых есть дети, они знают, как развиваются дети, мне не нужно побуждать ребенка к сексуальности. В сексуальном поведении мужчин Кинси декларирует, что его книга содержит только данные о 5300 белых мужчинах и молодых людях, хотя он обладает данными о 6300 мужчинах. Алинуолис, один из известных статистиков США, проанализировал это утверждение и пришел к выводу, что книга содержит данные всего лишь о 4120 человеках, однако при этом повсюду отсутствовали, к примеру, четкая возрастная структура и сексуальная ориентация испытуемых. Кинси настоятельно утверждал, что его данные отражают общее население Америки 40-х годов, но после тщательных поисков было выявлено, что книга «Сексуальное поведение мужчин» отражает данные не показательных, а отчасти даже подозрительных маргинализированных групп. Примерно 1400 уголовных преступников из тюрем различных штатов США. Многие из них были лишены свободы за сексуальное злоупотребление детьми, по оценке доктора Джуди Трайсман было задействовано примерно 630 гомосексуальных мужчин. Затем были обнаружены 200 так называемых сексуальных психопатов. Потом снова 329 уголовных преступников, которые были осуждены за другие преступления. Затем по меньшей мере 317 предположительно больше мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 15 лет, которые использовались в сексуальных целях. Затем снова 350 школьников с отклонением в поведении. И напоследок была еще одна группа уголовных преступников, которых Кинси обозначил как дно общества. Явный случай лживой пропаганды посредством обмана в статистике. Когда Кинси по этому поводу повторно раскритиковали, он сказал, это представление базируется на устаревшем ложном выводе, что уголовные преступники отличаются от остального населения. Это действительно нехорошо. Практически правило выведено на основе каких-то экстремальных случаев. я этого не поддерживаю. Это ненормально? Почему опрашивают такие группы? Это вообще не показатель? Ну это перекос. Просто невозможно, я думаю. Я думаю, что многие люди были бы в ужасе, если бы узнали об этом. Они по-другому бы отвечали, если бы знали, что у него такая предыстория, что он приводил такие примеры. Это ужас. Но то, что эти опросы ограничивались такими специфическими группами, это конечно, конечно, это вообще не отражает мнение большинства. Я не могу себя поставить на место педофила. Меня это поражает. Статистика, которая говорит, что нет разницы. Тут возникает вопрос, функционирует ли этот концепт в отношении профилактики? Нет, таких вообще нельзя было опрашивать. Не могу себе такого представить, потому что эти люди больны, а население в большей своей части здорово. Проблема исследований. Таких людей можно заставить сказать что угодно. Не так ли? Не думай, что это стоит принимать всерьез. Я считаю, это неправильно ссылаться на мнение таких людей. Это же абсолютно некомпетентные люди, как раз те, кто причинил страдания детям или другим людям в этой сфере. Их же потом и опрашивать. Я не знаю, имело ли это смысл или относится ли это вообще к теме. Я считаю, это больные люди. Нечего им делать в обществе, потому что с такой болезнью прямая дорога на Луну. Там они будут надежно упрятаны. Я бы во всяком случае взбунтовался, потому что по крайней мере это у меня хорошо получается. Это не только моя проблема, это наша проблема, это наши дети, это будет следующее поколение, это будет наше будущее. В любом случае здесь необходимо противодействие. Просто сидеть дома, смотреть телевизор и говорить «Да, это все потом как-нибудь уладится». Как раз таки не уладится. Здесь нужно реагировать немедленно и как-то этому противостать, чтобы ничего такого не произошло. Таково мое мнение. Просто отвергнуть. Запретить «Да». Тот, кто совершает насилие над детьми, по сути дела, должен быть привлечен к самой строгой судебной ответственности, и причем скорейшим образом. Это должно быть уголовно наказуемо, скажем, не условное осуждение или что-то подобное, а их просто нужно сразу жестко изолировать человечество. Я думаю, родители должны объединиться и защитить себя от этого. Это неприемлемо. Это действительно очень плохо. Тогда в это время я их буду забирать из школы. Очень просто. В общем, для меня это неприемлемо. Больше информации для детей. Как нация, мы должны смотреть, чтобы ничего такого не произошло. Мы и сами должны что-то для этого делать и внимательно следить за тем, чтобы эти люди не прикасались к детям в сексуальных я бы такого не допустил. Я не сказал бы на это окей. И прежде всего, конечно же, не слушать мнения этих людей. Я считаю, это на самом деле очень нехорошее дело. Я бы своему ребенку это запретила. Нужно выступать против этого. Я считаю, в этой ситуации народ должен действительно объединиться и принять меры против подобных вещей. Как раз те родители, дети которых находятся в подобных заведениях. Я бы своего ребенка оттуда забрала. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. В вышедшей 1965 году книге «Сексуальные преступники» Кинси выступает в защиту сексуального злоупотребления детьми со следующими словами. Ужас, с которым наше общество смотрит на взрослого, имеющего сексуальный контакт с маленькими детьми, станет чем-то относительным, если мы рассмотрим поведение других млекопитающих. является распространенной и кажется нам с биологической точки зрения нормальной. Мы только что ослышались? Человек в глазах Кинси был всего лишь еще одним видом млекопитающих? Альфред Кинси поставил нас тем самым на одну ступень с обезьянами, зайцами, собаками и свиньями. Однако в эмпирической научной манере группа Кинси пошла на шаг дальше и провозгласила сексуальное насилие является частью нормальной наследственности млекопитающих. Из этого может следовать только один логичный для Кинси вывод. Если бы не вмешивались родители, то изнасилование было бы для молодых девочек и женщин прекрасным переживанием. Доктор Джудит Райсман в своих исследованиях деятельности Кинси подчеркивает, что его крайнее преуменьшение сексуального злоупотребления даже повлияло на американское законодательство и изнасилованию, например, было дано новое определение, а мера наказания власть снижена. Кинси даже посмеивался над ФБР, когда оно в 1950 году предупреждало о росте преступлений на сексуальной почве. Он преуменьшал самые отвратительные преступления против детей и дерзко высказывался в печати о том, что намного больше ущерб наносится из-за истерии взрослых. Трудно понять, почему ребенок должен смущаться от того, что кто-то прикасается к его гениталиям или даже если он смущается от специфических сексуальных актов, разве что только в результате влияния культуры. Преимущественное сексуальное расположение Альфреда Кинси к детям отчетливо проявилось в 1888 случаях сексуальных контактов с мальчиками в возрасте между 5 месяцами и после пубертатном возрасте, а также со 147 девочками в возрасте между 2 и 15 годами. Условия теста мальчиков и девочек сексуально стимулировали или они стимулировали себя сами, в то время как педопреступные наблюдатели секундомером измеряли время наступления оргазма. Конечно же, Кинси отрицал то, что он сам проводил подобные тесты. Однако такое утверждение также мало снимает с него ответственность, как и с того, кто хотя и не сам совершил убийство, но осуществил его руками наемного убийцы. Также в одном из документов BBC от 10 августа 1998 года был исследован случай Кинси. Рассказ одной пожилой женщины, названной просто Эстер, подействовал обличительно. Я была еще совсем маленькой девочкой. Кинси пришел к нам домой. Мой отец, а также мой дедушка насиловали меня. Мое сексуальное поведение было зафиксировано с помощью секундомера и снято на камеру. все это было передано Кинси. Я никогда больше не смогла этого забыть. Один из сотрудников команды Кинси Пол Гепхарт в 1992 году в одном из интервью признал, что команда Кинси рекрутировала педопреступников для получения научных данных о так называемом нормальном детском сексе. Он сказал, мы просили их, он имел в виду совратителей малолетних, проводить наблюдения, делать записи и, если возможно, замерять время и потом сообщать нам об этом. Согласно исследованиям доктора Джудит Райсман, детей использовали на протяжении месяцев или даже лет, а их истязатели отправляли свои заметки Кинси как научные данные. Большую часть данных о сексуальном поведении детей Кинси получил быстрее всего от мистера Грина, серийного насильника, из опыта которого, кроме прочего, были изобретены шесть типов оргазма у младенцев и маленьких мальчиков. Существует также предположение, что Кинси находился в постоянной связи со всевозможными педокриминальными организациями, а также с учителями-расплителями, педофильными отцами и матерями как на территории США, так и за их пределами. Вы располагаете более подробной информацией об этом? Да, конечно. Имеется достоверное подтверждение тому, что с 1936 по 1956 годы Кинси состоял в регулярной переписке с Фридрихом фон Барюссек, педокриминальным учителем закона Божия и в Ангелической церкви в Бранденбурге в Германии. В 1957 году в Берлине он предстал перед судом за многочисленные изнасилования детей, среди которых была и его 11-летняя дочь, а также по подозрению в убийстве 10-летней девочки. ФБР подключила Интерпол, когда узнали, что фон Барюссек в течение 20 лет передавал Кинси подробные данные о своих разрадных действиях, совершенных им в отношении мальчиков и девочек между 9 и 14 годами. Однако Кинси отказался выдать его сексуальный дневник под предлогом того, что он не хочет испортить хорошую репутацию педопреступника. Верховный судья во время слушания дела высказал упрек о том, что фон Барюссек насиловал детей, чтобы впечатлить Кинси. На что тот ответил? Кинси сам просил меня об этом. Берлинская газета Моргенпост от 16 мая 1957 года писала об этом. Кинси следовало выдать Барюссека властям. Почти все сегодняшние программы сексуального воспитания прямо или косвенно связаны с Кинси. Настало время нашему обществу наконец-то расстаться с Кинси и его криминальными фундаментальными исследованиями и повернуться к использованным в преступных целях жертвам, а не к руководимым похотями преступникам. То, что Альфред Кинси называл нормальным детским сексом было ничем иным, как сексуальными пытками детей. У Кинси был страстный и извращенный интерес к способности к оргазму, прежде всего у несовершеннолетних, не достигших половой зрелости мальчиков без всеми извержения. На основе исследований Джудит Райсман был создан вызывающий ужас документальный фильм «Дети таблицы 34», той печально известной таблицы 34, который раскрыл ужасающие подробности для защиты пострадавших детей. Эта дьявольская таблица 34 возникла в тесном сотрудничестве с серийным насильником мистером Грином, настоящее имя которого, как установила команда BBC Рекс Кинг, который сексуально использовал более 800 мальчиков и девочек. В ней Кинси привел данные по способности к оргазму у не менее чем 317 мальчиков младенческого и детского возраста. По данным Кинси, 32% малышей в возрасте между 2 и 12 месяцами, а это значит по меньшей мере около 270-300 использованных для этого младенцев достигли высшей точки. И потом еще кое-что более немыслимое. Кинси, не переводя дыхание, тут же пожаловался, что есть некоторые несовершеннолетние, то есть не достигшие половой зрелости дети, которые не достигли высшей точки, даже при продолжительной, разнообразной и повторяющейся стимуляции. Такие результаты могли появиться только вследствие тяжелейшего нарушения прав человека в форме беспощадного сексуального принуждения. Но это было только начало. Кинси и его наблюдатели, в данном случае это растлители детей, были настроены на многократные оргазмы. Так можно обнаружить список детишек в возрасте между 5 месяцами и 14 годами, за которыми, так сказать, наблюдали на протяжении 24 часов. Таким путем у 11-месячных младенцев принудительным образом были вызваны не менее 14 оргазмов за 38 минут, а у двухлетних детей, 7 оргазмов за 9 минут. Ввиду таких извращенных пыток детей и все это во имя фундаментального исследования, можно лишь закрыть себе глаза и уши и по меньшей мере сейчас активизировать правосудие. Почему эти преступники уже давно не были осуждены за тяжелую криминальную педофилию? Таковы деяния и плоды отцов всех тех сексуальных педагогов, которые в наше время хотели бы принудить наших детей и молодежь ко всемирной ранней сексуализации. Тем самым они идут по следам педокриминальных обманщиков тяжелейшей степени. Всякое дерево вырастает соответственно своему семени, и поэтому ранняя сексуализация в том же виде распространится по всему миру, если ее не остановить и не противостать ей со всей решительностью. В случае, если не удастся в зародыше подавить всякую раннюю сексуализацию или принуждение к сексуальному воспитанию, тогда последняя, скорее всего, станет хуже первого. Каждый, кто думает, что этот мрачный прогноз несколько преувеличен, должен принять к сведению, что Кинси и его сообщники совсем не собирались останавливаться на достигнутых результатах, по поводу чего они утверждали, Наверняка еще большее число мальчиков могли бы пережить многочисленные оргазмы, если бы позволялась ситуация. После того, как у одного четырехлетнего и одного тринадцатилетнего мальчиков принудительно были вызваны 26 высших точек за 24 часа, Кинси неудовлетворенно пишет в своем отчете. Даже самые юные пятимесячные младенцы способны к таким повторяющимся реакциям. За те же промежутки времени однако было бы возможно и еще больше gewesen. Одно независимое научное исследование уже давно доказало, что чрезмерная сексуальность рано или поздно приводит к опасным размягчениям мозга и нервным расстройствам. Господин доктор Хирш, что может происходить в еще неразвившемся теле и душе ребенка, которого используют таким драматичным образом? Мне известна прежде всего новейшая научная публикация профессора доктора Реймшмидт из клиники психиатрии детей и молодежи Марбургского университета Филлипса, которая вышла в свет в немецком врачебном журнале от 29 апреля 2011 года. В ней профессор Реймшмидт указывает на то, что уже только обычное телесное и психическое жестокое обращение, а сексуальное насилие в детстве тем более, всегда, я подчеркиваю, всегда оставляет след в детском мозге. Это подтверждает не только исследование соответствующего содержания памяти людей, которые были подвергнуты насилию, но также и исследование структуры и функции мозга жертв насилия. Кроме того, люди в детстве и в юности, претерпевшие телесное и сексуальное надругательство, в более поздние годы жизни в подавляющем большинстве случаев подвержены психическим расстройствам. Что касается душевно-телесного напряжения ребенка, подверженного ранней сексуализации, то в этом отношении большое значение имеют те сведения, которые эти насильники детей собственноручно записали во время своих опытов ранней сексуализации, которые скорее надо назвать изнасилованиями. В частности, в составленном для Альфреда Кинси списке они зафиксировали шесть типов оргазма. Я процитирую из него лишь несколько отрывков. Третий тип экстремальное напряжение с сильными конвульствиями, то есть судорожной тряской часто сопряжено с внезапным поднятием и бросанием всего тела. Часто сводит ноги, при этом мускулы сокращаются и становятся жесткими. Плечи и шеи напрягаются и часто наклонены вперед. Дыхание бывает задержано или очень тяжелое с хрипом. глаза застывшие или плотно закрыты. Четвертый тип руки сцеплены, рот перекошен, причем иногда высунут язык. Все тело или его части начинают спазматически или судорожно дергаться, иногда синхронно с пульсациями в резких толчках. Появление еще более сильных конвульсий или судорожных трясок всего тела, а также тяжелое дыхание, стоны, схлипывания, сильные крики, иногда со слезами, особенно у маленьких детей. Пятый тип. Все заканчивается экстремальной тряской, коллапсом и тому подобным, и иногда потерей сознания. Шестой тип. Боли и страх при приближении оргазма. Некоторые испытуемые испытывают сильнейшую боль и кричат, если движение продолжается или только лишь при прикосновении к половому органу. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Все вышеперечисленное можно назвать только пытками детей, и по всему миру дело дойдет именно до этого, если ранней сексуализации будет дана свободная дорога. Педофилия все еще является уголовным наказуемым преступлением. Им она и должна остаться. Наказание за нее не должно терять силы из-за срока давности и должно оставаться неизменным. А прокуроры должны заняться этим. И мы все по-настоящему должны этому противостать, чтобы что-то начало происходить, чтобы деятели ранней сексуализации не могли пробиться по всему миру. Я считаю, это очень нехорошо. Такого совсем не должно происходить. Я не могу себе такого представить. Если бы с моим ребенком произошло подобное, я не знал бы, что делать. Представить себе такое не могу. Это нехорошо. Однако, как уже было сказано, обычно таких людей сразу изолируют от общества, закрытые учреждения и точка. Не могу представить себе такого, потому что эти люди больны. Это просто ужасно, что вообще бывает что-то подобное. Но я должен сказать, что это просто свиньи. Я думал, я ослышался. Тут просто прикрываются научными целями для осуществления своих сексуальных извращений и личных похотей. Такого не должно быть. Должны появиться новые законы, которые воспрепятствуют всем этим извращениям. Я считаю, это ужасно. Я никогда не могла бы себе это представить, чтобы к моему сыну или дочери, когда они были еще младенцами, кто-то стал бы так прикасаться или трогать. Это абсолютно недопустимо. Это ужасающе. О, Боже мой, это слишком. Даже не знаю, что на это сказать. Это просто ненормально. После своих открытий Кинси следовала бы с такой же активностью работать над ужесточением законодательства. Он, однако, вместо этого злоупотребил научным заданием. О, Боже, их надо было всех в тюрьму и застрелить там. Нет, правда, самое жестокое наказание по жизни. Так, чтобы они не могли сделать такое снова. Потому что если они сделали такое один раз, тогда они точно снова будут делать это много раз. Это будет жестко, но в данном случае у меня нет к ним никакого сочувствия. Их нужно посадить навечно. Если мы хотим, чтобы такого рода преступное растление малолетних детей не переросло во всемирную эпидемию насилия, то помочь здесь сможет только одно. Просветительное сопротивление, однако, не за счет порнокомпетентности детей, а через государственную защиту от любых попыток ранней сексуализации. Следует обратить внимание на то, что все эти мерзости еще с 1938 года систематически проникают в народы в качестве так называемого полового воспитания. Конечно же, Кинси никогда не представлял результаты своих исследований как извращенные эксперименты, добровольно признающие свою вину насильника детей. Вместо этого он их продавал как первое научное доказательство того, что дети якобы с рождения являются сексуально нуждающимися. Как раз в наши дни эти преступные действия принесли свои плоды во всемирном провозглашении права детей на сексуальный опыт. В соответствии с учебной программой 21 сексуальное воспитание должно быть введено во всех швейцарских школах. В международных масштабах в настоящее время на различных уровнях создаются новые положения и законы, которые всякий отказ от обязательного и повсеместного сексуального воспитания квалифицируют как настоящее преступление. Обязательность этой программы сексуального воспитания обоснована уже настолько прочно, точно и детально, что уже даже ссылка на религиозную свободу не принимается как уважительная причина для освобождения от занятий по сексуальному воспитанию. Ни от кого не принимаются никакие аргументы, ни этические моральные возражения от родителей, ни отказ ни заинтересованных детей. Некоторые отцы матери были арестованы на 40 дней или оштрафованы на суммы до 1000 евро, потому что отказывались отправлять своих детей на уроки по сексуальному воспитанию. Только сам народ может сказать нет таким сектантским в высшей степени диктаторским принуждениям. Мы говорим нет принуждению к сексуальному воспитанию. Мы говорим нет обязательному сексуальному воспитанию. И нет повсеместному сексуальному воспитанию в школе. Национальная программа Федерального управления здравоохранения ВИЧ и болезни, передающиеся половым путем, обеспечит повсеместное сексуальное воспитание. Программы управления образования и Федеральное управление здравоохранения являются основой для обязательного по закону сексуального воспитания всех граждан Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения во имя защиты от эпидемии требует всеохватывающего раннего сексуального воспитания. Базельский школьный закон в качестве перехода к введению учебной программы 21 ходатайствует о раннем регламентированном сексуальном воспитании. Во имя защиты детей и консультирования матерей посредством информационных брошюр и тому подобных вещей достигается цель ранней сексуализации. Обязательное сексуальное воспитание находится на пороге своего законного введения. От него нельзя будет отказаться, обойти или критиковать даже на основе свободы вероисповедания. Однако прежде чем эти законы окончательно будут утверждены, имеет смысл выяснить по меньшей мере 10 важных вопросов. Почему СМИ не критикуют презрительные по отношению к человеку высказывания Кинси о сексуальных злоупотреблениях так же настойчиво, как это обычно происходит при каждой даже безобидной сексуальной афере какого-нибудь влиятельного политика? Почему молчат все эксперты по вопросам всех? Кинси был недостаточно влиятельной фигурой? Почему СМИ так преуменьшают надругательство Кинси над детьми, становясь тем самым по закону также виновными в пытках бесчисленного количества маленьких и несовершеннолетних детей? Почему даже после того, как доктор Джудит Райсман были раскрыты многие факты, не последовало никакой общественной дискуссии от данных Кинси? Почему Федеральный Центр Санитарного Просвещения, кроме всего прочего, издал данные Кинси без какой-либо критики как авторитетную брошюру? И это при полной информированности о разоблачительной работе доктора Райсман. Почему вместо этого он в 2005 году выпустил в немецкие кинотеатры многократно премированный голливудский фильм Кинси «Правда о сексе?» Какое учреждение наградило его? С какого возраста допущен просмотр? Почему этот фильм не сообщил раскрытую правду о Кинси, а наоборот, заведомо ложную весть о том, что Кинси наконец-то принес Западу сексуальное освобождение? Действительно ли кажущаяся невероятная возможность того, что даже члены ведущих воспитательных управлений, влиятельные политики и большая часть СМИ, начиная с Голливуда и так далее, находятся в сговоре с сексуальными преступниками? Смогут ли личности из вышеназванных кругов устоять перед тщательным расследованием по подозрению в соучастии в педокриминальных интригах? Означает ли это, что против наших депутатов проводится организованная кем-то подрывная деятельность, целенаправленный обход демократических порядков? Не действует ли здесь псевдогосударственная власть? Такую возможность нельзя исключать, потому что даже на Украине постоянно проводятся семинары и курсы обучения для учителей школ, которые организуются частными кредиторами. Кто эти личности? Прежде всего из Швеции. Это происходит не гласно, не в школах, а в арендованных помещениях и гостиницах. И показательно то, что проводят их внештатные специалисты. Затем систематически приводятся эти исследования для подтверждения того, как важно и необходимо для детей, как можно раньше пережить сексуальный опыт. Один из представителей Православной Церкви высказал по этому поводу такое мнение. Это делается систематически, с целью разложения и уничтожения нации. Если рассмотреть внимательно, то за всем этим везде можно увидеть лесбийские и гомосексуалистские организации, которые продвигают эти вещи. В Швейцарии это, кроме всех прочих, например, Розовый Крест, поддерживающая педофилию Юса и гей-подруги Швейцарии. Далее следует лесбийская организация Швейцарии, объединение друзей-гомосексуалистов. Кроме этого, разного рода неизвестные действующие подпольно-педофилы. В своих документах, излагающих их позицию, они решительно требуют продолжения так называемого общественного освобождения, которое заключается в следующем. Общественные понятия, мужской и женский, должны быть отменены. Сексуальная ориентация и понятие партнерства должны быть освобождены от всяких норм. Например, отношения с участием более двух партнеров. Семья не должна больше базироваться на биологическом родстве, а на социальных системах безустойчивых норм. Например, ребенок должен иметь право также и на четырех родителей. Кто исследует Кинси и его подельников еще более подробно, тот обнаружит, что их целью является возрождение и возвращение к языческим ритуалам, гетеро- и гомосексуальной проституции, к порнографии среди взрослых, детей и между ними, и многое другое. Да, что мы можем сделать, когда мы, наконец, этих людей действительно изолируем от общества? Сегодня в интернете все это легко распространяется. Чего только там нет. Я считаю, это абсолютная наглость. И обращаться с этим нужно жестко. Это ведь простое дело. Закрыть или заблокировать эти интернет-страницы? Я пошла бы на улицу и стала бы собирать подписи, а также брала бы интервью и просто принимала бы какие-то меры против этого. Я не хотела бы этого своему ребенку. Да, я думаю, этой темой нужно заняться как можно раньше, а не тогда, когда будет уже слишком поздно. Вся сексуальная реклама должна быть просто запрещена, точно так же, как с запретом на курение. Я бы, по меньшей мере, сделал все для того, чтобы об этом просто стало известно. Нужно включить немного больше здравого рассудка. Это такой идиотизм, который идет из США. Это не всегда хорошо. Это же очевидно, что оттуда приходят. И самим тоже нужно следить за детьми. Государство говорит, окей, делайте детей. Но государство для этого, в общем-то, ничего не делает. И исходя из этого, я считаю, что это правильно. Быть более осторожным в отношении растлителей, детей и подобных вещей. Нам самим, как в нации, нужно быть на чеку. У меня, как у отца, тоже есть страх, когда я отправляю своего ребенка в детский сад, чтобы с ним не случилось что-то подобное. Мне тогда стоит присмотреться, что там вообще за люди работают, что они из себя представляют. Государству здесь тоже нужно быть внимательным. Нужен здравый смысл. Родители должны быть внимательны к своим детям. Мне тогда не нужны исследования. Мне тогда совсем ничего не нужно. Прежде всего, нужно вести просветительскую работу на эту тему. Думаю, никто ничего об этом не знает. Например, говорить об этом в новостях или снять об этом документальный фильм. Когда, наконец, человеческое общество распрощается с античеловеческими исследованиями Кинси и повернется лицом к его жертве. Это были несколько коротких взглядов в жизнь главного заправилы быстро приближающегося обязательного сексуального воспитания. Я благодарю гостей нашей студии за их участие, а также вас, дорогие зрители, за ваше сегодняшнее присутствие и ваше будущее сотрудничество. Потому что, кто любит детей и человека, для того сопротивление становится долгом. Субтитры создавал DimaTorzok